Всем привет, ребят! С вами Мистер Ванька, и сегодня у нас такой вот неплановый видеоролик, который связан с новыми обновлениями, которые у нас появятся уже завтра в игре. Сегодня пройдёмся по ним. Я немножечко так быстро прочитал навскидочку, посмотрел, что да как, что выходит, что будет, плюс выгодные выходные. Обо всём этом по порядку мы сегодня всё это дело, конечно же, расскажем. Если вы поддерживаете такие видеоролики, которые максимально быстро, наверное, выходят, можно было бы, конечно, сегодня ещё побыстрее, если бы у меня была бы возможность данный видеоролик записать. Но имеем то, что имеем, и, конечно же, если вы всё это дело поддерживаете, прожимайте лайк. Завтра, я думаю, что уже будем потихонечку обозревать новые устройства, новые всякие интересные вещи. Обо всём по порядку, друзья. Завтра у нас выходит устройство для корпусов. Вы помните, я заходил на тестовый сервер, смотрел устройство на WASP, да, то есть, ну, я, можно сказать, ничего особо не тестировал. Я лишь зашёл, посмотрел, какие будут устройства, что они будут делать. Немножечко по этому поводу поразмышлял. Сегодня здесь уже об этом всём написано. Написано о том, что завтра с рестарта уже всё это дело будет появляться, но не на корпусе WASP, а всё начинается с корпуса Хантер. 8 новых устройств. И тут как бы всё то же самое, да, за исключением одного. То, что, ну, я как бы это не тестил, но, по сути, увеличивается такая вот ерунда, как иммунитет от Эми. То есть, по сути, вас не может застопать ни Хантер своим овердрайвом, ни этот самый, ни Гаусс. Вы полностью доминируете над данными танками, но, я так понимаю, что стопать не стопает, а расходку всё равно сбивает. Все данные интересные устройства внесут корректировки в баланс матчмейкинга, баланс простых ББП битв. И сейчас я вам расскажу, почему. Меня немножечко какие-то моменты шокировали, на какие-то я меньше обратил внимания. Ну, в общем и целом, что мы имеем. Если у нас раньше был, например, резист от фреза в бою, либо резист от джиги, да, вас резист дополнительно защищал от заморозки и от горения. Сейчас же у вас с завтрашнего дня, при резисте, например, от огнемёта, гореть танк будет так же само, как и без резиста. Теперь данные свойства, то есть, например, защита от горения, защита от заморозки, свойственно исключительно устройствам на корпуса. Помните о том, что я заходил на тестовые серверы, говорил о том, что там было 50% типа защита от урона, да, от поджога там. И я как бы размышлял таким образом, что может быть 100% резист. Но нет, я немножечко в этом плане ошибся. Но зато теперь в этом плане мне стало подробнее. Все это дело известно и понятно. Ну и также я хочу сразу сказать то, что с этим обновлением, пока устройств не будет у большого количества игроков, да, я думаю, что даже через время, через месяц, два, три, их не будет у большого количества игроков, ваш продув, любой, что фриз, что жига, будет нагибать еще лучше. То есть, если, например, мы играли с жигой с зажигательной смесью, то сейчас можно даже будет пробовать использовать ее, например, с компактными баллонами, например, использовать также с простой жигой без никаких устройств. И она будет эффективной. Я вас, ну, 100% говорю то, что, ну, может быть, конечно, зажигательная смесь, как была им бой, так и останется им бой. Но то, что жига, которая поджигает отлично танк, будет поболее эффективной, это точно. Что касаемо фриза, да, я не знаю, что с шоковой заморозкой, но мне кажется, это будет просто ГГ. Шоковую заморозку никто не нерфит, и если резист как бы особо не спасал 50% от заморозки, то сейчас, по сути, без устройства у вас вообще его не будет, и это просто беда. Просто бедища какая-то. Дальше у нас появляются завтра ультраконтейнеры, с которых, по сути, все это дело будет падать, но чуть-чуть попозже я к ним уже перемещусь, там есть отдельная вкладка, о них поговорим, расскажем. Дальше, ап джиггернаута, очень даже неплохой, то, что теперь у нас есть постоянная защита на джиггернауте от горения 50% и от заморозки. Я, к слову, об этом думал уже давным-давно, но джиггер как бы апнули, извиняюсь, джиггер как бы апнули, и, по сути, ну, наверное, уже как бы об этом не стоило так задумываться, он и так уже нормальный был, да? Но с тем, что делают еще дополнительный ап, соответственно, продувы не смогут так жестко нагибать джиггернаут, и это, конечно же, плюс. Дальше, что касаемо вот этого момента, я не прочитал. Титаны-Васп, защитный купол, больше не будет защищать от бомбы Васпа. Ага, вот это интересно, да, я, к слову, по этому поводу не прочитал. Теперь, значит, Васпу можно просто в купола ставить бомбы, и он будет взрывать в первое время. Я Васповодов 100% уверяю, то, что вы можете смело постоянно ехать в купол, ставить, и все равно будет там противник стоять, потому что с непривычки ничего не поменяется, они будут стоять в куполе, а вы будете просто их взрывать. Заморозки, нагревание, но все еще снижается урон от горения. А, ну все, короче, исключительно будет теперь Васпа-бомба пробивать Титана-купол, это круто. Также апнули Хантер после его нерфа, да, с 2,7 секунд до 3 секунд, и также длительность отключения расходки от 3 секунд до 5, да, я в какой-то степени, наверное, даже с этим согласен, потому что, ну как мне показалось, Хантер нерфанули довольно-таки жестко, довольно-таки жестко. И в последнее время, когда вышло вот это вот обновление с новым устройством на Гаус, Хантер уже стал, ну не такой прям дико-дико жесткой имбовый. Дальше уже идет перемещение культра контейнера. По сути, мы можем уже открывать следующую вкладку, ну и здесь немножечко еще рассказано про HTML5, то, что ведутся доработки, делают, работают, улучшают, пытаются сделать как можно, как можно его лучше. Здесь даже можно открыть, я так понял, вкладочку, да, в которой будет здесь список обновлений дополнительный. Но я думаю, что тут, по сути, все это уже как бы просто в скомканном виде расписано. Поэтому переходим к ультра контейнерам. Что касаемо ультра контейнеров, это новые контейнеры. Понятное дело, что разработчики в последнее время ищут, на чем можно поднавариться, на чем можно заработать. Придумали новый контейнер. Конечно, связали их с новыми устройствами. Здесь я как бы не скажу, что это плохо, не скажу, что это провал или зашквар. Как бы мысль имеется, да, это не какие-то там coinbox, где просто там коины добавили, ну такой полу-лохотрончик сделали здесь. Здесь как бы мысль имеется в том плане, то что с данного контейнера можно будет выбивать новые уникальные устройства и скины. Понятное дело, что в магазине кто хочет, может купить, потратить, задонатить. Ну и возможно там попытать удачу выбить. Я не знаю, с какой частотой это все дело будет падать. Я надеюсь, что я в свою очередь сумею набить какое-то количество этих ультра контейнеров, открыть, ну и посмотреть, может быть мне что-нибудь там годное уже с них упадет. Падает с них кристаллы, припасы, голды, дни премки, редкие всякие обычные краски, устройства на корпуса, скины, хт и прайм. То есть если у нас получается с нового скин контейнера теперь падает еще и легоси, то здесь легоси не падает, но зато падает уже прайм, не только хт. Поэтому тоже такой вот интересный моментик. Ну и самое последнее, самая интересная наверное вкладка для меня это выгодные выходные, дисконт уикенд. Дисконт, как всегда у нас под конец месяца он появляется и этот месяц не становится исключением. Я честно говоря не знаю, может быть даже это уже второй дисконт уикенд за этот месяц, я особо за этим не слежу. Фанды повышены в два раза, все как всегда, коинбоксы опять появляются, опять 100к кстати вернули, да, то есть кто хочет может покупать. Добавили ультра контейнеры, о которых я уже как бы рассказал и добавили интересные на получается сколько дней. Если, 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 с 24 по 27, то есть получать 24, 25, 26 на 3 дня. На 3 дня добавили новые супер миссии. Склову еще скидка 25% на гараж и 25 и 50 соответственно на ускорение, ой на прокачку шага и на ускорение МПК. Скидочка имеется тоже, ну как бы минимальная, но по одному шажку например со скидкой поставить можно. Почему нет? Почему нет? Эффективный выгод. Давайте переходим уже к этим супер миссиям. Я честно был немножко даже поражен. Увидев данные супер миссии, я для себя понял, что их можно даже пройти очень быстро, прям вот очень быстро. То есть берешь одно определенное вооружение, самое выгодное тут получается хантера езида, да, чтобы и на езиде набить, и на хантере набить, и получается мины там, можно сразу какой-нибудь дрон, который ромашки ставит, диверсант надевать, чтобы танки уничтожать. 10 джаггеров слить. И все, все, 4 миссии, и плюс если все эти 4 вы пройдете, еще дополнительно 4 ультра контейнера получаете. Итого вы фармите 4, 6, 8, 10, 12. 12 новых ультра контейнеров фармите. Вопрос в другом. Будет ли с них что-то годное падать? Понятное дело, что двенашку я фарману лично сам, я уверен. Но упадет ли мне с них что-то крутое? Это уже остается загадкой и вопросом. Я надеюсь на то, что первое время с этих ультра контейнеров будет падать так же круто, как падало с коинбоксов. Вы помните, да, когда там вышли только-только коинбоксы, там много людей нафармили большое количество танкоинов, там фармили, зарабатывали эти кристаллы, все у них было шикарно. Я также думаю, что будет сейчас с ультра контейнерами. Я надеюсь, что я вот фарману их все двенашечку и спокойнейшим образом дополнительно выбью, может быть, себе какое-нибудь уже первое устройство на основной аккаунт. Понятное дело, что мне выдадут потестить завтра и рассмотреть на другой аккаунт, не на основной. Все это дело потестим, посмотрим. Но вот чтобы у меня на основке тоже что-то крутое уже было, было бы неплохо, если бы мне все это, конечно же, упало. Поэтому, друзья, не пропускайте следующие видеоролики, не забывайте подписываться на канал, если не подписаны, не забывайте прожимать лайк, не забывайте также, друзья, нажимать на колокольчик, дабы не пропускать стримы, которые, я уверен, будут на протяжении всех этих праздничных дней, дабы вы не пропустили, как мы будем фармить, как мы будем открывать все эти ультра контейнеры, ну и рассматривать, обозревать, тестить, смотреть, что у нас будет вообще получаться в боях. Я думаю, что это внесло какую-то маленькую капельку новых интересных движений в нашей игре. По крайней мере, на данный момент для меня это кажется чем-то новым и чем-то интересным. Пишите свое мнение в комментариях под данный видеоролик, что вы вообще думаете по этому поводу, согласны ли вы с моей точки зрения или нет. Ну а с вами был мистер Ванька, дальше тут как бы обозревать нечего, магазин это как бы, ну, до свидания. Всем удачи и всем пока.